Доброе утро, за окном дождь, как вы слышите, и я сейчас зашла в интернет, и я очумела, я поставила ультиматум Путину, или русским, или что-то такое. У меня надо все изъять, потому что я это как-то типа украла, или я не знаю, что я налоги не заплатила, не знаю, почему-то надо у меня изъять все, что вот у меня есть. Битусики, давайте пройдемся тогда по вершкам просто, по поводу этой недвижимости, которую вы откопали. Ребят, 60 метров, вдумайтесь, они нашли 60 метров у меня, и упражняются в острословии. То есть они у Соловьева ничего не нашли, а у меня они нашли. Молодцы, ребят, ФБК просто отдыхает. В отличие от вашей кучеры, у моего ребенка, российское гражданство, в отличие от вашего Соловьева, у меня никогда не было недвижимости за границей. И когда я покупала свою квартиру, не было пункта о том, что помимо налогов я обязана поддерживать Путина до конца своих дней. Не было такого пункта при покупке квартиры. Вы должны перечислить налог, и второй пункт, вы должны поклясться, что будете поддерживать власть в захватнической войне на территории другого государства. Этого пункта не было в долг я ни у кого ничего не брала. И когда я смотрю на разрушенные дома в Украине, я вспоминаю про эти огромные суммы налогов, которые я вам платила. И я не знаю, кто из нас с вами обманул кого, потому что вы обещали, что эти деньги пойдут на пенсии моим бабушкам и дедушкам. Пенсии моих бабушек и дедушек – это смешно, это нелепые цифры, и семья за свой счет помогает им. Поэтому я не знаю, кто у кого где что украл и кто кого обманул. Это очень спорный вопрос. Кстати, они решили, что они Робин Гуды в этой сказке. Они решили, что они будут выбирать, кто русский, а кто нет. Кто дал это право, я не знаю. Я хочу сказать последнюю мысль. Государство использует семейную риторику по типу «мать», «батюшка», «дети», «братья», «сестра», «наша жена». Оно использует эту риторику только когда хочет попросить у гражданина то, о чем государство у гражданина просить не имеет права. Зато мать имеет право просить у сына. Не ведитесь на это, не умирайте за это. Думайте своей головой, потому что власть приходит и уходит, а вы у себя и у своей семьи одни.